Девушки отдыхают Спасибо, милые! Спасибо, дорогие! Дай вам Бог здоровья! Дай вам Бог здоровья, дорогие мои! Эх, как не война за тобой и поехали! Девушки отдыхают 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 ПОДПИШИСЬ! Клавочка! Клавочка! У нас тут такое, что не знаю, как сказать. Беда, Клавочка, беда. Кто забрал? Как можно? На кой черт тебя поставили здесь, Григорьевна? Я-то что, Клавочка. Приехали, вот бумагу рисовали. По документу я, Клавочка. Ну, хватит. Поросят забрали. Таких махоньких поросят на убой, как можно? А поросяток слез не лей. Забрали, значит, так надо. Это кому же надо? Тебе, председателю. На водку вам не хватает? Или не успел еще дом черепицей покрыть? Да что там говорить? Разучила война хозяйствовать. Так зачем же сами что есть, растрынкиваем? Поросяток весне в 40 раз упитаннее стали бы. А так что? Пожрут в ресторане и все? Славочка, за меня. Где Петрович? Уйди из глаз моих и твоих! А это что, только выехали, да? На одной версты не прошла, свалилась и скохла. Верни нам деньги. Пухлякова, присядь. Я сейчас. Ты нам вели. Деньги гони, лопаты верни. Что я знаю, лопаты берем? Мелая вам, Терекераун. Значит, председатель решил не отдавать лопаты. Мы с тобой договор вот этот вот оформили? Оформили. Полюбовно? Полюбовно. Мы взяли у тебя лопаты, так? Так. Ты за это кобылу получил? Получил. Так чего же ты, борода, от меня хочешь? Договор бумага. Через час кобыла пала. В кои веки нашелся хороший человек, цыгана обтурил. Как ему весело, как ему расхватывает муру. Я вижу, тут не один жулик. Что такое шулик? Шулик это тот, кто для своей личной выгоды норовит с другого всем шкур спустить. А я не для себя лично. Я для колхоза беспокоюсь. Да вот ты, цыганская, отродя, вот. Вот. Хоть вот эту вот женщину спроси. И она за колхоз кому угодно горло перегрызет. Если по правде, то лопаты людям надо вернуть. Эй, председатель! Я варибасе с вами. Да утишники вы, в конце концов. Между прочим, что такое правда, дорогая Клавдия Петровна? Это не что-нибудь вообще. Если для колхоза в пользу, значит государственная справедливость. Ты что же, председатель, при помощи такой философии хочешь свой колхоз понять? Виналий, цыган мне марксизму учить. А где ты был, хвилософ, когда я вот эти вот штукки зарабатывал? Цыганочку отплясывал? Ай, будуй лай, сними ту журку, тебе ловче будет. Жарко, тебе жарко. Отравишь, овала, а! Штыл, маловато рекерал. Молодец, председатель. Хорошо воевал. Вот так-то, дорогуша. Отдай моему табору лопаты. А вот культурки у тебя не хватает. А я все-таки старше тебя. И по возрасту, и по званию старшины запаса. Лейтенант, ну, дорогой лейтенант, сними ту журку, тебе прохватит. Это тоже здесь лейтенант. Уж не ты ли, а? Ого, нет. Я лейтенант. Ну, если верь, верь. Врешь, там дослужиться до лейтенанта, надо не цыганскую голову на плечах. Это уж как пить дать. Почему не цыганскую? У цыган голова тоже круглая. Да, кругленький. Быть лейтенантом, это тебе, знаешь, не у наковальни плясать. И не жульничать. Это что за разговорчики? Ты знаешь, что за такие оскорбления можно и статью припаять. Мигом, ать двой шага марш. Во-во, да еще при свидетели, бухгалтери. Это он-то свидетель? Ну, вот она. Чем тебе не свидетель? Ну, что же, если эта женщина согласна быть свидетелем, готов любую ответственность держать. Слышь, Пухлякова, ты, видать, ему приглянулась. Цыган-цыган, а толк бабыша зубеет. Слышь, а не пошедит ли вас? Постой, куда ж ты, Пухлякова? Ну, видал, как она вашего цыганского брата боится? Как черт ладана! А, это вы? Мы будем знакомы. Меня зовут Будулаин. Спасибо вам. Но не помогло и ваше заступничество. Не скажете, далеко ли отсюда до райцентра? Да нет. Через хутор проедете, а там, мы считаем, не больше трех километров будет. Спасибо. Не люблю жаловаться, но придется. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гаджила чича, мама, здорового бутвала... Дядь, мой дактур, сыгл, мой друг кукур, дактарь, дедуль! Дядь, дай, мы купеем! Сыгл, мой друг кукур, дактарь, дедуль! Дядь, дядь! Густит! Густит! Ванечка, Нюра! А я скажу маме, что ты цыганок дразнил, а это все чепуха. Господи, тут шрамы жуки. Мама, а Нюрочка дразнила цыганку. Идите, бессовестные, кто же вас просил из дома-то выходить? Так, значит, табр сагитировал наседлость, а сам дальше куролесить по стране? Так я тебя понял? Так, секретарь, так. Буду кочевать, пока не найду свою семью. Должны же где-то следы ее отыскаться. Да, лейтенант, война всем поперек горла встала. А я и следов не знаю. Как угнали сестру в 42-м Германию, как будто воду кануло. Мать до сих пор к каждому поезду бегает. Тьфу ты, черт, так это из-за тебя, борода, я сюда столько километров по грызюке телепался. Зачем табор обидел? Ты человек, цыганый человек, да? Где справедливость? Ну, ну, ну ты, полегче, полегче, здесь мини-табор. Здесь райком. Охолоньте, охолоньте. Товарищи. Бородай, не дурявится, бриться надо. Присаживайтесь. Потолкуем. Закуривайте, гвардейского. Семен Куликарпович. А лопату надо людям вернуть. Ах ты вот об чем. А чем же разрешить спросить тебя, Иван Митрич, мы будем виноградные лозы окапывать? Вот этого уж я не знаю. Одно верно. За виноградные лозы в первую очередь буду спрашивать с тебя. Вот тебе она. Да ты понимаешь, чертов сын, что у меня эта кобыла на балансе числится ж как живая? Ай, покойница твоя кобыла. Ты ж посуди и сам. Весь меня ж ревизор и акт о причине смерти кобылы ж потребуют. Акт имеется, товарищ Черенков. А со шкурой как быть? А шкуру из тебя председатель снимут. Ага. С меня и так каждый день шкуру сдирают. Ай. Какой бедный. Ну ладно уж, такой бедный, отдадим тебе и шкуру. Ага. Ты цыган, уродник, с головой, круглый. Может, заместителя до меня пойдешь? Нет, не пойду. Эх почему же? Не сработаемся. С гусью вода, с Ваней худоба. С гусью вода. Ну и люди у нас, да всего им дело. Гончариха Танька встречается мне сегодня и такое про твоего Ваню мелет. Ну какое, спрашивается ей дело, что у тебя такой светлой женщины и такой вот чернявый хлопчик родился. О, и Сонечка. Видишь, что говорит? Ни в мать, ни в отца проезжего молодца. Ну и это виднее, она ведь в проезжих молодцах толку понимает. Юрочка. Ага. Здра-ра. 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 Ты бы сказала этой дуре, что дед-то мой чернявый был? Договорила. Рыбка у тебя дюжа смачно пахнет, чебачки должно. А не? Мой дедушка дюжей всего реально чебачки уважает. Угости одна рыбка. Возьми. Слышала я, Клавонька, электричество скоро будет. Говорят, разбомблённые станции скоро сделают. Для деток-то рыбка эта дюжа солёная. Перебери. Спасибо, спасибо. Тепленькая водичка. Давай домой. Мамоньки. Аня, очков пищалась. Пускай туалет я ищу её, так? Ну, что мне с вами делать? Руки помоем сейчас. А ну, помощнички, полетик и чебки. Вот, на. Вот. Мама, здесь наш папа похоронен. Нет, Ванюша, наш папа безвестный где. Ну, мы за этой могилкой присмотрим, а кто-нибудь за папиной так. Мама, мама, смотри, цыгане едут. Нам пора. Пойдёмте. Не оглядайтесь. Выручат колесо, выручат. Не оглядайся. Эй, чавалы, разрази меня гром, если это колесо не от цыганской кипитки. Кто веришь языком? Какие видишь приметы? Посмотри, оковка спит узорчатая. Ну, малыш, он не брешет. Я сама знаю этого кузнеца. Кум, это Будулай, сын глухого старика. Да, выходит, в могилка цыганская, пусть мёртвые царствуют. Мужик. 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 ПЕСНЯ 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 Я хотела спросить, когда у нас будет собрание. Чего? Выступить охота. Между прочим, Тимофеевич, я в этих краях когда-то уже бывал. Помнится, на вашем месте был старшина со щетиной. Так его давно побрили. Перекрати информацию. Ну, тогда и пошла. Спасибо за компанию. Везелая женщина. До свидания. Желаю тебе удачи. Ноги, ноги вытирайте, шарамыжники. И сесть даже не приглашаешь. А мне как новостей-то тебе, Клавочка, как новостей. Ох, что-то вкусное у тебя жарится, шкварится. Ох, господи. Слыхала, Клавочка? Слушай, цыган какой-то у нас на хуторе остался на пожитье. Кузнечить в нашем колхозе будете. Председатель спрашивает. Ну, почему именно у нас? А он, местность больно ваша понравилась. И еще газету тычить. А в газете закон из Москвы пропечатан. Чтобы цыгане больше не кочевали, а селились. И чтобы колхозы им денежки нам в заведении давали. Что с тобой, Клавочка? Ой, ну тебя кровинки нет. Ты не заболела? Нет, ничего. Прошлую ночь плохо спала. Хочу сегодня пораньше лечь. А вы войну казаком были? Казаком был парень, казаком. А теперь цыганом стали? А теперь цыганом стал. Дядь, дать я крутану. Ну, крутанее, крутанее. А вы войну на коне ездили или на велосипеде? Так и было. И на коне, и животом по снегу. Как говорится, дело мастера боится. Разрешите, товарищ цыган? Давай, мастер, давай. Кышмелюзгар. Пропала, мастер. Ваня, пошли домой, мама ждет. Спокойная сестричка, спокойная. Ну, что ты в самом деле? Чистую сырочку измажешь. Держи. Уважайте труд родителей. Сними. Да ну тебя. Да, мастер, жарко стало, а? Спокойно, граждане. Уна дуна рыс, кендер мендер жис. Уна дуна раба, кендер мендер жаба. У тебя, парень, не голова, а конструкторское бюро. Вообще-то, да. Опять сегодня по радио слышала, как одна женщина свою дочку нашла. Самоэвакуация искала. Клавочка, ты не одолжишь мне рублька с полста? Аккуратно телевизор не хватает. Ой, Клавочка, мне кажется, шидесятный хватает. Вот. Будьте любезны. Хан Батый явился за получкой. Ваня, Нюра. Я что, ничего. Я еще комсомольцы. Ты еще молод, мать, учить, поучать. Вот когда начнешь сам зарабатывать, тогда и будешь свои денежки считать. Щенок. Тунеядка. Ваня, ты что? Ничего. Как ты с матерью разговариваешь? Почему ты не прогонишь эту змею? Нет, твое дело. Мое. Молчать. На мать стучать. Ой. Ну вот. Аплодисменты по щекам. А ты не заедайся. Видишь, она чем-то расстроенная. Аплодисменты по щекам. 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 Ты где это так измазюкался? Цыгану помогал, цыгану! Ну, мама, ну что там особенного было? Кузнец как кузнец, хоть и цыган. Помогли человеку установить горный, все. И сразу домой. Ваня, незачем тебе туда ходить. Почему, мама? Почему? Нечего там тебе делать, сынок. Понятно. Только непонятно, почему ты Нюре не запрещаешь? А Нюра и сама туда не пойдет. Девчатам кузню без интересу. Ребята, слышишь, как цыган отмахивает? Дидидьбом, дидидьбом, загорелся кошкин дом. Иди ты, тоже не отряг. Какой, ребята, отсюда не знаешь как-то бедня. Не принято. А, молодой человек. Закади, закади, что стоишь. Как говорится, дело мастера боится, а? Закади. Да я вообще-то тороплюсь. Заходи, заходи. Мне как раз подручные требуются. Да мне некогда. Занятой, значит. А как звать тебя? Да вообще-то Ваня. Наше племя Ваня всегда было на колесах. Ну, отвыкать придется. Вот ты зимой в школу ходишь. А чем цыганские дети хуже? Среди них тоже есть такие же способные, как ты или твоя сестра Нюра. Эй, Ваня, 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 Ваня. Так не годится. Не годится. Это же почти так. Почти да не так. Не сделай с этого, паси. Деталь будет хрупкой, как ракинат. Вот так. Вот так. Вот так. Понял. Держи. Паня, ты когда-нибудь видел наших цыганок? Только один или два раза. Нас мать детства почему-то от цыган запирала. А заметил, какие они красивые, а? Это я успел. Вот такие красивые женщины и всегда были обмачицами. Ну, а почему они не борются? Всем. С пережитками, а? Попробуй, цыганка, к вечеру не принеси мужу на водку. Он с ним батагом в школу спустит. Батагом? Как это? Такое поганное обытие, Ваня. Дядя Бадулавин, а вы смогли бы снова кочевать? Нет, Ваня. Может, кто из цыган еще шевелит ноздрями на ветер, только не я. Я этого ветра воков нанюхался. К этому берегу до конца жизни пристал. Здесь мне и век свой доживать. Ну что вы, вы еще не старый. Как тебе сказать? По-моему, тот человек долго живет, которому детей надо на ноги поставить. А мне, Ване, некого. Ладно, подручный. За работу. Ну и здорова ж ты, Клавка, хоть на работу, хоть на купание. Разве скажешь, что двоих родила и выходила. Встану, как девушка. Давай, давай, три, не ленись. В другой раз конский скребок прихвачил. О, попрошу, чтоб цыган для тебя мочалку из железа приховал. Чего, Джоня, цыган овежливый, здоровка это. Тетя Клава, а что ваш Ваня к цыгану под мастерия записал-то? Ты уж гнала его, гнала. Куда там? А что гнать-то? Цыган из своего Ивана кузнеца сделает. На старости лет кусок хлеба будет. Я б сама к такому мужчине молотобоя-то пошла. Я бы его согрела, пожарче кузнец. Ой, милая цыгана, теперь можно нету жить. Сыла в отцом, Робеев, надо будет обучить. Шальная родить тебе надо, что ли? Чего? С ветру. От мужика хорошего. Пусть он хороший человек, то пусть я ему буду жена, а кобель все одно плохое или хорошее останется кобелем. Спасибо. Да ты что? Упострел. О, буду лаять. Здравствуй, Клавочка. Ой, какие красивые кастрюль-то, а? Напрасно, Клавочка, поспешаешь. Кастрюльчки кончились. Что бабка, отоварилась? Вот беда-то. Да ты не горю, Петровна. Лучше приходи ко мне на варенье. Ну возьми, что я зря покупал, что ли? Здравствуйте. Глянь, глянь, глянь. Возьмите, Клавдия Петровна. Мне не к чему, а у вас дети. Пригодится в хозяйстве. Да что вы, вам самому нужно. А у меня еще солдатский котелок не прохуделся. От всего сердца, Клавдия Петровна. Спасибо, не хлопочите. Ну хорошо, ладно, не убедил. Хочу просить вас, Клавдия Петровна, чтобы вы не запрещали вашему сыну в кузню приходить. Он у вас способный и может научиться чему-нибудь хорошему. Ну как моторчик? Спасибо, Тимофеевич. Работает безотказно. Ну а насчет фермы не беспокойся, председатель. Я завтра туда схожу. И такие дверцы отгрохаю, не то что хряки и пушкой не разобьешь. Ну добро. А это что за персона? Тебе сколько лет трудящийся? Восемнадцать. А точнее? Ну семнадцать. Ну еще точнее. Ну вообще шестнадцать, пока. Вот я так и думал. А тебе известно, что подросткам работа на горячем производстве запрещена? Какой подросток? Мне через месяц семнадцать будет. Ну вот через месяц и приходи. Понял? А пока отстраняем. Тимофей Ильич, не обижай парня. Сын погибшего фронтовика. Он и так сюда тайком от матери бегает. Она почему-то ему забороняет. Слышал? У Клади Петровны имеется такая странность. Вот ведьма, а? Видали? Даже сыну родному же тяги ее нету. Послушай, Соколик. Зачем так о человеке? Ну че ты? Ну че ты? Че ты озверился? Ну че ты, жена? Или может по-любому? Дурак! Какой дурак? Голова твоя, котелок! Ну ты полегше. Уходи! Полегше? Да ты что? Уходи! Да очумел! Очумел! Тю на тебя, тю! Ты уж извини, Тимофей Ильич. Да уж. Разреши, Тимофей Ильич, парню здесь бывать. Я из него кузнечного бога сделаю. Ну что ж. Боги колхозу конечно пригодятся. Только ты имей в виду горячая голова. Чуть что ответственность пополам. Один буду отвечать. Один буду отвечать, Тимофей Ильич. Только ничего с парнем не случится. Плохого. Ну добро. Добро. Ваня, когда ты сказал тебе исполнится семнадцать? Двадцать пятого августа. Нас мама преждевременно родила. Увидела, как немецкий танк раздавил кибитку цыганскую. Ну и... Ага. Что ты там в кузне, сынок, делаешь? Что тебе одной миски борща мало? Мам, мне скоро по полтора до дня начислять будут. Да ну? Да. Дядя Бадулаев у председателя хлопочет. Он обо мне ничего не спрашивал? Что, председатель? Не, ничего. А Бадуллай ничего обо мне не говорил? Как же, говорил. Говорил, что ты у нас хорошая. Даже симпатичная. Так и сказал. Чего это он? Да, мам. Если б ты видела, как сегодня дядя Бадуллай по хутору Черенкова погнал, вот смеху было. Добрый вечер. Альта Бадуллай с нами гулять. Спасибо, веселая жизнь. Ну что, спасибо. Мы не главка. Мы цыган не боимся. Добрый вечер. Ой. Что вы меня так боитесь? Неужели я такой страшный? Да нет, я вас не боюсь. Значит, мне показалось. Клавдия Петровна. Говорят, вы видели, как немецкий танк цыганскую кибитку раздавил? Видела? Не помните, кто в ней был? Старик была, молодая цыганка. Больше никого не было? Больше я ничего не могла видеть. Клавдия Петровна. Может, кто-нибудь еще видел? Нет, только я одна и видела. Да нет, только я не знаю. Ну почему, мы не узнаем. Лианид Ирина. Ну не знаю. У оу-у-у-у. Как и оу-у! Нюх! Не знаю. У-у-у-у! Возьми увы. Нюра, пойди сюда, дочка. Носи невеста. От Деда Мороза, да? Ну, от кого ж ещё? А вот Ванюшке перчатки. Ой. Мама! Ты что, перед парнем закомариваешь? Какой он парень, он Ванька? Ух! И ты тоже уставился? Не стыдно? Мам, меня снила гигантская мысль про низаный идеей гуманизма. Что-то непонятно, сынок, ты стал говорить. Мысль позвать к нам Будулая И вместе встретить Новый год Да ладно, мам Хватит цыган бояться Ты уже, мама, у нас не маленькая Правильно, сестричка, правильно Мам, ну с кем ему Новый год встречать? Ну с кем? Человек, он пришлый на хуторе Ну а я как ни говори, ему здесь самый близкий Заходи, заходи, Ваня Дверь не заперта А, Федя Отец велел передать Что если вы вне коллектива То валяйте к нам, у нас компания собирается Садись Чайков согрейся Да ну ладно, собирайтесь в темпе Скидайте пальто, согрейтесь У нас и чарочка найдется Спасибо, я на минутку Шел мимо Грежу огонек Ну то мы дай зайду к бригадиру Да А вы что? Так и будете старый год провожать? Втроем? А мы как всегда Поукореневшаяся Семейная традиция А ты помолчи По традиции Мы же ко мне пойдем, бригадир А? Да я не знаю, вон как они Вообще-то я лично согласен Я тоже согласна Так Что-то Федьки долго нет Нера Ты часом не знаешь, где он Да ну вот, дядь Кирилл Какой вы Да что же вы это, а? Пригласили нас что, смущение водить, а? Да уж, вашим Семейку смутишь Вон, глядите, как Ваня себе Уютное местечко разрывает Да это дядя Егорыч Хотели побеседовать со мной На тему Есть ли жизнь на других планетах Кто? Я Да что он брешь? О, наконец-то Ну, молодец, Федька Уважаю этого человека Дядя Кирилл Добрый вечер Добрый вечер С Новым годом вас Счастья от края до края Всем желаю Ну, куда же тебя посадить? Дима Феевич У нас там есть местечко У вас там тесно Вот Новый год Вот и Клавдия Петровна Местечко есть Спасибо Добрый вечер Дорогие гости Новогодний путь Но здесь Ваня хотел Нет, мама Я здесь хотел сидеть Ух ты Тогда Нюрочка здесь сядет Не привыкла я Новый год Без детей встречать Извините, Клавдия Петровна Проходи сюда, будула Позвольте мне, дорогие гости На правах председателя Дать вам Первое в этом году Так сказать Руководящие указания Выпьем, товарищи С Новым годом Счастья тебе и колхозу Нас тоже с Новым годом Желаю успехов в Новом году С Новым годом Счастья Продолжение следует Счастья тебе и колхозу Зачем, зачем? Девухович, уважай его! А ты что? Хватит критику доводить. Уважай эту же эко-ко-ко-ко. Идите отсюда, извиняйте. Эх, Батулай, хочу тебя попросить до неловкости сбытовой. О чем хотел просить, Девухович? Чтоб дядя Батулай что-нибудь по-цыгански исполнил. Эх, я как будто влетел. Стой, Батулай, а? Давай. Боюсь, что разучился. Чу-чу-чу! Я в дальний путь Отправился И больше не вернулся. Мечтал со счастьем встретиться. Мечтал со счастьем встретиться. Но, видно, Разминулся. Немало верст проехало, Весь мир мне открывая. Под пологами содраным Кибитка кочевая. Под пологами содраным Кибитка кочевая. Мечтал со счастьем встретиться. Играй, председатель. Плясать буду. Плясать буду. Плясать буду. Плясать. Плясать буду. Плясать буду. Плясать буду. Отдаю. Отдаю. Игорь! 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 Игорь, 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 игорь, игорь! Игорь, игорь! Игорь, игорь! Игорь, игорь, игорь! Игорь, игорь, игорь! Игорь, игорь, игорь! 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 Пора спать, сынок, а то очень меньше от своих физик. Ну вот, скоро тебе мать совсем не нужна будет, раз появились от нее секреты. Ну, мам, честно, Капсомольская? Ну ладно, тогда садись. Смотри. Что это, сынок? Понимаешь, мам, дядя Бадулай затеял ограду для могилы, но я хочу коней выковать, но пока это секрет. Неужто сам? Я селишь. Смогу. Вот жаль, только что ветер нельзя из железа выковать. Дядя Бадулай говорил, что не очень красивая жена была. Ну пусть ограды красивы будут. Верно, мам? Да. Мам, какое я тебе из коней больше все нравится? Вот. Мама. Мама. Ну, мам, что случилось? Сынок. Ну, мама. Ой, все расскажу. Все расскажу, сынок. Ты уже взрослый. А потом. А сейчас иди спать. Ой. Иди спать, иди спать. Так. Ваня, дай-ка молоток. Добрая душа позаботилась. Ваня. Ты, часом, не знаешь, кто эти кочетки посадил? Да вообще-то знаю. Только... Секрет. Когда не говори. Ладно, скажу. Только вы поглянитесь, что маме не скажете. Как же, Ваня, я могу сказать ей, если она меня за три вирсты обходит? Дядя Будулай, вы не сердитесь на нее. Это она вообще цыган боится. Ее в детстве испугали. Или хотели украсть, что ли. Это она кочетки посадила. Взяли, Ваня. Мама могилу два раза в год убирает. На первомайские и на октябрьские. Только вы, пожалуйста, никому не проговоритесь. Мама не хочет, чтобы об этом знали в фоторе. Спасибо, Ваня. Спасибо. Ваня. Иди домой. Иди. Вообще-то я пойду. Крестана тебе, бабушка, нету. Нет, я крещеная. И христианскую веру соблюдаю. Я ж тебе этим летом двух премиальных поросят отдала. Двух овечек вдобавок. Да я на твоих поросят и не зарюсь. Христос с тобой. Что я сейчас говорю? Что тебе стоить парочку поросят за доном взять? Кто их сейчас учитывает? Ты теперь в брюкотирах начальствуешь. Ты, если бы были все такие колхознички-то, мы уже давно до коммунизма дошли. Твое дело что? Вынести их на берег, как стемнеет. А там уж мой дед сам управится. Ты же хорошо знаешь, что просить меня об этом бесполезно. Должно уж ты забыла, как мы от немецких танков хоронились. Забыла? Нет, это я хорошо помню. Тогда, значит, забыла, как мы потом проходили мимо той разбитой кибитки и что-то там нашла. И это я помню. Помню. Ты можешь взять у меня все. Эту скатерть, кофту эту. Все можешь взять. Мое личное. Вещи детей, но красть из колхоза я не стану. Какая честная, объявилась. А дитя от живого от запятать. Это как, по-твоему? Честно? Вон! Проклятая кулачка. Не боюсь. Хватит, отбоялась. Иди, говорят, буду лайв. Вон! Вот я тебя сейчас. И я, подголодная. Вон! С ума сошла, какая дай. Ну, погодишь ты. Теперь мне нечего секреты сберегать. Ученые. Пусть шай знает лучше терины. Их, без пользы. Тогда остается одно. Пойти к нему. К самому. Вот ты и пойдешь. У него деньги хорошие должны быть. У меня Пашенька дежурство. Я Пашенька занятую. Удрал. Черт подлючий. Киева. Киева. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Успокойся, бабка. Мне твои деньги не нужны. Рассказывай все, что знаешь. Про то, что вы спрашиваете, я ничего не знаю. Знаешь. По глазам вижу, что знаешь. Все рассказывай. Все рассказывай, бабка. Ну, значит, когда на наш хутор бомбежка разразилась и стрелять стали, мы с Бухляхковой, значит, Клавдии Петровны кинулись в степь, чтобы схорониться. А потом, а потом Клавка как заорет. И Клавка от всех этих страхов разрешилась девочкой прежневременно. Это еще не все, бабка. Рассказывай, что было после этого? После. После мы с Клавкой пролежали в Яру до ночи. А потом стали пробираться на хутор. Сиди. Тьфу ты, черт, сатана проклятый, как напужал. Как дочку-то назовешь? Нюрочкой хочу. Дитё где-то плачет? Какое дитё? Причудилась тебе Клавочка. Плачет. Причудилась. 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 Господи, цыганёнка нам ещё не хватало. Куда мы теперь с ним денемся? Через него нас ещё немец прикончить. Диэн терять. Диэн терять. Звучит музыка. Будешь еще терзать Клавдию, я тебя под землей найду. От цыгана не скроешься. Запомни, эта женщина должна жить с детьми спокойно. Взять бутылы. Я к вам на минутку. Гляньте, нам тубеля успеваемости выдали. А ну-ка, да. Не-не-не, из моих только руб. Почему так? Тогда, понимаете, один трояк есть, но я его пальцем прикрою. Зато вот эта пятерочка по тригонометрии в адистат зрелости идет. Так что считайте, без пяти минут он у меня в кармане. Что ты говоришь? Садись. Значит, говоришь, без пяти минут зрелый. Вот что зрелый ты человек. Ладно, выпьем. У меня полчакушки есть. Выпьем за твои успехи. Дядь Бадулай. Не беспокойся, мама не узнает. Ничего она, Ваня, не узнает. Понимаете, дядь Бадулай. Не спеши. Расскажи о своих жизненных планах. Торопишься? Вообще-то да. Меня Галинка ждет на морозе. Галинка. Ну что же. Если ждет, ступай. Ваня! Я ведь тебя так и не поздравил. Обнимемся по русскому обычаю. Спасибо вам. Хоть Кузнечин делий не превзошел вас, а на механический все равно поступлю. Это хорошо. Это хорошо. Поступай. Хороший человек у дяди Бадулай. Самый лучший. После мамы, конечно. Да, пошел. Субтитры сделал DimaTorzok. До скорби. До скорби. До скорби. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ